Всем привет! И сегодня я хотела бы вам рассказать о том, как есть сырой фарш. Ой, а сырой фарш вообще едят? Но в России как бы не очень это распространено. Честно говоря, вообще даже не распространено, никто этого не делает, никто не ест сырой фарш, но вот в Германии это принято. Это считается одним из национальных блюд. Как же он выглядит? Вот так. Это по-немецки называется Met или Hackerpeter. Met в переводе с северонемецкого означает еда, то есть получается, что так питались раньше. Ну, в основном бедные люди, у которых не было даже денег на то, чтобы прожарить этот фарш, и они ели его сырым. Вот, и я вам расскажу, как готовятся известные, ну расскажу и покажу, конечно, как готовятся известные булочки с этим Met, да, с этим Met, с этим Hackerpeter или с этим просто-напросто сырым фаршем. Для этого мы берем булочки. Я купила их в Beckeray, то есть в пекарне немецкой. Возьмем одну штучку, да, именно используют белые. Они считаются намного вкуснее. Хорошо. Потом мы берем луковку, режем ее мелко-мелко. Вот. Ну, как мелко, да, для того, чтобы, ну, чтобы не было прям такие большие куски в зубах не торчали, да. На самом деле, два самых главных ингредиента для этого блюда. Это вот Met и лучок с булочкой. Для этого также нам нужна лимонная кислота или просто лимончик. В зависимости от того, что у вас есть дома. Все это делается для того, чтобы лук не горчил. Так, режем его на мелкие части. Я уже начинаю плакать. Все, я плачу, не надо снимать. Получилось, конечно, немножко крупнее, чем я ожидала. Блин, ну кто знал, что я заплачу? Ну что это такое? Так вот всегда при готовке. Думаешь, будешь веселиться и смеяться, а сам потом плачешь. От того, что так вкусно получилось или невкусно. Ладно. Чтобы меньше плакать, буду меньше резать. И поэтому у меня, честно говоря, получились такие очень большие кусочки. Потому что я не хочу больше плакать, понимаете? Ну все. Мне это не нравится. Хорошо. Берем, да? Да что такое? Это блин, кто ожидал? Все. Ладно, получу. Я просто правда не мог бы, я хочу плакать. Такой острый лук. То ли я лук давно не резала, то ли что. Короче, мы порезали лучок. Сейчас мы его зальем лимонной кислотой. Ну или лимончиком, если у вас этой кислоты нет. Для того, чтобы лук не горчил. Да, и поставим 10 минут. 30 минут настояться, так сказать. Я пока пойду пореву в сторонке дальше. Весь минут прошло. Лучок теперь у нас кисленький. Точнее больше не горький. Берем такую булочку, разрезаем ее пополам. Как это возможно ровно, если не получилось, ничего страшного. И вот мы берем этот фарш. Наконец-то. Вот, пришли. Пришли мы к этому. Две такие сосисочки. Одной, на самом деле, нам хватит с головой. Отрежем. Что тут? Ой! Уже, смотрите, уже вылезает, да? Вот, мы его берем. Так, нам нужна ложечка. Нашла какую-то большую. Ну что, и просто вот берем, вот так вот делаем. Можно много, можно мало. Кому как нравится. Или ложечкой, или ножичком. Да, как удобно. У меня прям получилось густо, да? Прям видно, что густо. Ну и хорошо. Так должно быть. Второй бутерброд. Да, тоже. Так вот. Все. Распределяем фарш сырой. И теперь лучок наверх. Можно ложечкой, можно ручкой, как хотите. Ну, чтобы все повалилось, конечно, но без этого тоже никак. Ну, чтобы и на пол тоже повалилось. Ну, как бы это все, это все входит, да? Честно говоря, у меня получилось немножко по-крупному, да? Лук большой, куски огромные. Так что, лучше есть такое на ночь, ну, точнее, на вечер, наверное, когда вы уже ни с кем не встречаетесь, ни с кем не собираетесь целоваться, как говорят у нас в народе. Ну, хорошо. А так, лучше, говорю, сделать лук поменьше, чем сделан у меня, да? Но это не принципиально важно. Главное то, что это лук и это норма. Вот. Если вот вы умеете готовить так, чтобы на кухне потом все было чисто, научите, пожалуйста, меня, да? Знаете, хочется почувствовать себя поваром, когда так вот раз, берешь вот так вот, раз, и вот так красиво получается. На самом деле, только не знаю, профессионалик, может так, профессиональных поваров так получается. Ну вот, получается, смотрите, ребят, две булочки мы сделали. Вот так вот и едят. Хаккепетер, мэтт. Да, вот именно сырой фарш в Германии. Попробуем, как на вкус. Как мы возьмем булочек? Где-то разница. Хорошо. Ммм, кстати, от того, что лук резан крупно, а тогда вкуснее сколько не хуже стало. Даже, может быть, выше. Там чувствуется лучок. Ммм, не, ну правда вкусно. Приятного аппетита. До скорых встреч, возможно. И всего хорошего. Продолжение следует.